Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами самый мощный ВАСИ-шоу среди мирового Харстон комьюнити и русскоязычного сообщества в частности. Своя игра. И я, её бессменный и бессмертный ведущий, Синет. Этот выпуск получился достаточно быстрым по сравнению с остальными. Всего пара месяцев прошла с третьей отборочной, а у нас уже финал, что несомненно означает, что вам, людям, работягам это шоу нравится, она набирает популярность и, конечно же, конечно же, это не может не радовать. С вами финальный выпуск второго сезона своей игры. С вами Синет и три финалисты, которые поборются за звание чемпиона второго сезона и приз от нашего спонсора. Наушники, созданные специально для киберспорта Plantronics Rig 500i. Ходят слухи, что именно в этих наушниках Павел получил превращение с болтливой книги во время чемпионата мира. Также у нас в группе проводился розыгрыш на наушнике Plantronics Rig 500 HD. Результат этого розыгрыша мы с вами узнаем в конце нашей игры. Посмотреть, что это за наушники, вы можете, перейдя по ссылкам, соответствующей картинкой, в описании моего канала. Итак, встречайте наших долгожданных игроков. За первым игровым столом у нас победитель первой отборочной второго сезона. Самый опытный игрок нашей викторины. Человек, чье рождение и участие в своей игре пророчили записи племени Майя. Человек, для которого скилл — это не просто слово, это наколка у него на груди. Человек, который может одновременно читать квантовую электродинамику на иврите, заниматься дайвингом и оказывать гуманитарную помощь детям Африки. Мой большой друг Роман Олейник, он же Гном. Здравствуй, Гном. Всем привет, здравствуйте, Нек. Как настроена игра? Надеюсь, не ударить грязь лицом. Буду стараться, чтобы не подвести болельщиков. Ты знаешь, среди всех твоих ответов на этот вопрос, этот не самый оптимистичный. Стараюсь быть реалистичным. Я это все, все сделаю! Готовился? Как готовился? Немного готовился, да. Знаете, ребята, я раньше, когда готовился к играм, ну, я карты смотрел, учил, повторял. А вот рассмотрю, нихрена не готов. Ее прям как в школе я стал писать, чтобы лучше запомнить. И две страницы текста исписал. Ну, это здорово. Вас, кстати, остальные не видят, так что вас пока нет, есть только Гном. Вот, так что вы пока призраки. Нет, ну это здорово, это показывает, что ты как минимум более-менее серьезно относишься к этой игре. Отложи пиво. Конечно, я же ответственный. За вторым игровым столом. Победитель первого сезона в своей игре. Человек, который выиграл три премии Оскар, ни разу не номинировавшись. Человек, который силой мысли разбудил Лаврентия Берию и потанцевал с ним нижний брейк. Человек, который изобрел во сне пластмассовую вилку с двумя отогнутыми зубчиками. И человек, который может выйти в топ-1 легенды в первую минуту первого числа месяца. Может, но не хочет. Встречайте, еще один мой большой друг, Александр Знаменский, он же Хапа. Здравствуй, Хапа. Здравствуй, Саркис. Здравствуй, Роман. Хорошо, что я тебя подключил попозже, если зрители не увидели твой фейспаун. Да, спасибо. Спасибо. Самый главный вопрос, кстати, Хапа у меня для тебя приготовлен. Как готовился? Как долго? Я сегодня встал немножко пораньше, пришел, открыл Hearthstone и пошел почитал книжку. Очень классная совета. Брэд Истон Иллианс. Американский психопат, отличная книга. Вот такие пироги. Блин, я тоже хочу, как в Нуми, пивасик подтягивать. Это вообще идеально. У меня еще есть. Блин, черт, почему я не готов к своей игре? Так, отлично. Ну и, конечно же, конечно же, за третьим игровым столом наш третий участник. Как это не логично звучит. Человек, который ломает оружие оппоненту не с помощью Слизнюка, а с помощью телекинеза. Человек, который может делить на ноль, извлекать корни из отрицательных чисел. Человек, который может своей кровью высосать комара через его же хоботок. И, наконец, человек, который однажды кинул гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась. И еще один мой хороший товарищ и друг, Алексей Кунченко, он же Меф. Здравствуй, Меф. Всем привет, ребята. Привет, Саркис. Надеюсь, я правильно сделал ударение. Нет, но это не важно. Саркис? Дали. Я сидел и думал, так, как же правильно ударить? Правильно говорить Синет. Привет, Синет. Волнуешься? Да, есть немножко. Это твое, кстати, первое участие в финале, в отличие от остальных наших игроков, отличие от Хапы и от Гнома, так что ответственность на тебя достаточно большая, не ударить в грязь лицом и показать свой высокий уровень. Главное, чтобы было море фана, по-моему. Ну, я... Даже если ударишь в грязь лиц, здесь будет не стыдно, здесь все-таки как-то. Ничего, как все-таки там было бы стыдно. Всегда можно сказать, конси, что так сложно-то? Да-да-да-да. Все-таки золотую мантию Саркис со мной не отсылает. Между прочим, наушники, которые стоят 7,5к, это покруче, чем золотая мантия. Продаж, купишь себе мантию? Но золотая мантия, которую ты повесишь на мои плечи, это самое ожидаемое событие в моей жизни. Ой, подожди, Хап, что это на потолке? Посмотри. Твоя самооценка там где-то. Ага, нет. Там ее не было. Неплановые шуточки. Да, блин, они у тебя где-то подготовлены, я уверен. Черт, ВСБ. Итак, ну, вы с правилами уже знакомы, но я расскажу их еще раз, чтобы, во-первых, напомнить их вам, а во-вторых, ознакомить с этими правилами наших зрителей. Игра состоит из трех раундов и финала, как всегда, в каждом раунде 6 тем, а 5 вопросов в каждой теме. После того, как я прочитаю весь вопрос, рамка вокруг экрана станет желтой, вы можете нажимать правой кнопкой мыши на экране в любом месте. Тот, кто будет первым, получит возможность отвечать. Причем, если вы нажмете эту кнопку раньше, чем рамка станет желтой, то в течение некоторого времени ваши клики не будут засчитываться. Так что старайтесь нажимать только после того, как весь вопрос будет прочитан. При верном ответе на вопрос вы получаете количество очков, равное стоимости вопроса. при неверном ответе вы теряете столько же очков. Если один из игроков ответил неверно, то вы получаете возможность ответить на тот же самый вопрос. На ответ после нажатия кнопки вам дается ровно 10 секунд. Также в каждом раунде есть по одному типу следующих вопросов. Во-первых, это вопрос аукцион. На этот вопрос отвечает тот, кто сделает большую ставку. Тогда вы либо получаете, либо теряете количество очков, соразмерное с вашей ставкой. Любую ставку можно перекрыть большей ставкой. Однако на ва-банк можно отвечать только ва-банк, либо пас. То есть, если у вас 500 очков, и вы говорите 500 очков, то ваш оппонент может поставить 501. Если вы говорите ва-банк, то ваш оппонент может поставить только ва-банк, либо пас. Второй тип вопросов – это код в мешке. Если вам выпадает такой вопрос, то вы должны отдать его одному из двух других участников. И третий тип вопросов – это вопрос от спонсора. Самый любимый всеми игроками вопрос, потому что отвечать, во-первых, на этот вопрос может только тот, кто его выберет. В случае верного ответа вы получаете двойную стоимость вопроса. В случае неверного ответа вы не теряете ничего. Ответы на вопрос должны быть точными, четкими. Если это название карты, существа, заклинания и т.п., то варианты ответов, типа, ну, 3-5 животик, который там-то он плодит. Они не годятся, не принимаются. Я постараюсь, опять же, не слишком придираться к ответу. В случае, если он будет не совсем точным, попрошу просто исправить его. В любом случае, решение о принятии ответа остается за мной, то есть за ведущим. Также, как всегда, принимаются распространенные сокращения, типа, граммаж, вместо граммаж, адский крик, там, талнос, вместо мак крови, талнос. При ответе учитывайте, что будут учитываться все карты, кроме неколлекционных карт. Хапа, назови неколлекционную карту. Эш Бринга. Молодец. Кроме неколлекционных карт, специальных карт, и способностей боссов, приключений или потасовок, если только иное не указано в самом вопросе или в самой теме. В финале будет 7 тем, игроки, у которых к моменту финала будет положительный баланс, получат возможность участвовать в нем. После выбора темы и прочтения вопроса у вас будет полторы минуты на то, чтобы вписать ответ в текстовое поле. Не забывайте, что в финале во всех вопросах будут подсказки, которые вам помогут ответить на вопрос. Если вы смотрели прошлые выпуски, а вы смотрели прошлые выпуски, потому что вы, как минимум, в них участвовали, вы знаете, как их нужно находить. Обращайте внимание на название темы, обращайте внимание на цифры, которые чаще всего даны не просто так, В этих темах на редкость карт очень часто можно увидеть и так далее. С какими картами связана эта кашта, то есть будьте внимательны. Ответы во всех раундах и финале принимаются на русском и на английском. Хотелось бы попросить вас выключить все, что могло бы вас отвлечь и оставить включенными только скайпоигру. Для зрителей скажу, что задержка на стриме 2,5 минуты. Вопрос есть? Как сам? Сам норм. Как погода? Плюс 2, грязь, лякоть. Жесть полная. Ну, раз вопросов нет, тогда поехали. И так, ознакомимся в первую очередь с темами нашей сегодняшней игры. Правила и грустно, это самое главное, что вам нужно знать. И темы игры можете пока посмотреть. В поисках стримера? Да-да-да. Мы, белорусы, мирные люди? Про картошку. Да, ответы будут только про картошку. Точнее, вопросы. Итак, первый раунд. Темы первого раунда. Камбалы. Мы, белорусы, мирные люди. Педевики. Шутки Синеды самые смешные. Антонимы. Раз, два, три, четыре, пять. Детство с рифмой «Я дружок». И перед началом, конечно же, конечно же, хотелось бы сказать пару слов о спонсоре нашего первого раунда. Спонсор нашего первого раунда. Шампуры, шальная ракетчица. Шампуры, шальная ракетчица. Я верчу! Смех Элизабан. Спасибо. Не стоило, не стоило. Звук этих сверчков. Вкратце расскажу вам о темах, которые здесь представлены, чтобы вы знали, о чем они. Первое. Первое. Это категория камбалы. Здесь будут в ответах только карты. И из последнего дополнения, принадлежащие фракции кабалов. То есть, не обязательно карты, которые могут взять все. Но также и классовые карты мага, лока, приста и те, которые они могут использовать все. Только из последнего дополнения, только из прибамбаска. Второе. Категория «Мы белорусы мирные люди». Категория про существ с атакой ноль. Их не очень много. Так что... Так что это первый раунд. Пиди Вики. Мы записали название каких-то карт в Википедию. Он выдал нам какие-то результаты. Эти результаты мы вписали в вопрос. Вам нужно будет восстановить название карты. Которые мы туда вписали. Шутки всегда самые смешные. Здесь будут спонсоры наших трансляций, нашей игры. Будет дано все, кроме названия карты. То есть, название фирмы, которая является спонсором. Я думаю, понятно, да? Ну, то есть, как, например, про шальную ракетчицу будет написано там «Шампуры», «Пропуск», «Я верчу». Вот так вот. Очень круто. Очень крутая. Респект. Отличная категория. Дальше. Категория антонимы. Здесь все ответы будут даны в самих вопросах. С одним лишь изменением. Будут даны не названия карт, а антонимы этих названий. Либо слова, схожие по звучанию и сфере применения. То есть, например, черного археолога мы бы здесь замаскировали, например, ну, как белый гинеколог. То есть, черный антоним – слово белый, а гинеколог – в той же профессии, как и археолог. Понятно. Но это же не антоним. Ну, нет антонима к слову археолог. Нет антонима к слову археолог. Не археолог. Я бы написал черный не археолог, точнее белый не археолог. Но это было бы слишком палевно. вот и последняя категория 1 2 3 4 5 с детства с рифмой я дружу там будут даны четверостишие в которой будет пропущено одно слово которое будет являться названием каждой вам нужно отгадать что это за название подходит в рифму и по размеру все понятно итак начнет у нас меф как самый малоопытный игрок и нашего нашей граника я буду не я если не скажу шутки за 300 шутки за 300 поехали первый вопрос нашей игры смешные служба доставки фашистов и еды один гитлер один суп не догадались конечно же это эльфийская лучница один выстрел один дроп а господи боже мой жесть подожди это свежие или те которые уже были те которые уже были не в играх и они были на анонсах окей меф продолжай давай что-нибудь полегче камбалы за 4 камбалы помним только кабальские карты вопрос аукцион сразу ни у кого нет очков поэтому отвечать на него будешь только ты меф а сколько я получил заработать от 400 дополнение принесло всего одно существо кабалов за 2 маны назовите это существо время вышло ответ ответ сейчас прям сейчас это ответа нет нет ответа это мановая живота подожди стоп 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 я думал об этом но она я существу кабалов она существует 300 я же сказал здесь каждый пристов магов блоков из последнего дополнения либо те которые они могут использовать все у вас есть ссори 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 алексей я думал только те которые как-то связаны с кабалами ну ну так это кажется приста прист кабал давай камбалы 500 но я надеюсь разобрались да да как ни странно у всех новых существ мага в дополнение а есть способность боевой клич кроме этого существа назовите его попробуем меф разносчица кристаллов салют наверное это разносчица кристаллов перекликала меф ой страшная тема отдавай мы белорусы так существа с атакой 0 год в мешке вопрос надо отдать ноль у гнума я извиняюсь гному это карта может сломать ваш привычный образ жизни ведь если использовать на него миротворца алдоров то его атака не станет равной одному так ну карту я уже понял это пристовская 44 light spawn да абсолютно верно это light spawn порождение света гном 0 5 точнее так тема да я так понимаю что раза три четыре пять здесь все время я дружу это стежки да да мне всегда нравятся стежки давай по маленькой сотенька сотенька итак поехали много зверушек хороших в игре особенно много их в декабре если же ты последний лопух даст тебе зверя плохого пастух абсолютно верно это пастух давай не выбирайте а еще раз рифмы 200 вышел ты нетник спустились собаки вышел механик и мистер кусака знают и моцарт и верди и бах что нужно использовать сразу бабах ну что все это убивает не подсказывай ну бабах да а я знаю я без ответа значит вышел тенетник спустились собаки вышел механик и мистер кусака че ты моцарт и бах нужно использовать сразу по тасу ну механик мистер кусака одно существо с атакой четыре все остальные с одним хп гном свайп ты на него не тратишь да ну тенетник собаки гном не запер 300 поехали добиваем к 4 без таунта трудно прожить этот ход и кто нам божественный щит принесет грустит паладин и готовится в гроб но в руку приходит сенопал огнюд или рогнароз лайтлорд а где там бабы мэв защитник трущоб абсолютно верно защитник трущоб ну это и конечно и рифма знаете ли ты стих свой прочитайся на рифме гроб трущоб готовится в гроб но в руку приходит защитник трущоб что не так я просто по размеру все подходит меф ты просто не разбираешься в поэзии давай попробуем педивики за 500 педивики за 500 400 400 это дорого давай 400 поверхностное покрытие почвой для ее защиты и улучшения свойств понятно какая кашта из хаштона асфальт улучшение свойств почвы у тебя что было по биологии гном ну 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 она покрывается подскажу чем она покрывается мульчей это мульчирование я даже не знаю че слово значит лол мульча это то чем покрывает почву чтобы улучшить ее свойства гном точнее меф а ну я понял я примерно оценил все наши силы и давай пить педивики за 100 порывистое круговое движение ветра ну на тесте это отгадывали кстати причем почти все ну есть вариант просто карту не может вспомнить так то мы порывистое другое движение ветра знаем а ну попробуем попробуем гном вихрь абсолютно верно конечно это вихрь смерть шторм гном давай педивики за 200 педивики за 200 в средневековых легендах демонесса похоти и разврата посвящающая ночью молодых мужчин гном и вызывающие у них сладострастные сны слишком много с гном суккуб абсолютно верно это суккуб гном педивики 300 педивики за 300 роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных большинства присмыкающихся всех птиц многих млекопитающих и некоторых земноводных хапа коготь да абсолютно верно это коготь а я что-то про шаманский экспирит коготь вспомнил думал как спирита себе передать это просто коготь хапа мы белорусы мирные люди 300 это сейчас самая легкая категория это существо обладает минимальной суммой атаки и здоровья в игре меньше просто не бывает я кажется вспомнил карту но не помню название давай попробуем кровавый бес абсолютно верно это кровавый бес подожди разве вот когда ты призываешь пристовского пустую тени коллекционная карта если вопросе не указано что можно не коллекционные то их нельзя гном мне нравится рифмы 400 рифмы за 400 я так и знал кстати валира всех позвала на пикник первым туда пришел грязевик утар сказал пойдешь на шашлык достав из-за пояса свой марш малик кондикрес миф зубце есть абсолютно верные зубце ах ты гад убивает грязевика оф оф это людям эту тему рифмы за 500 Так мало здоровья, так много врагов. К такому признаться, я был не готов. Увы, бесполезен безликий гигант. Зато здесь помог бы... Зато здесь помог бы... Флеймстрайк. Потасок. Сервант. Зато здесь помог бы аптекарь Сектант. Мало здоровья, много врагов. Надо похилиться. Эннод Джексон там был помог бы. Меф? Да, или Десвинг. Давай антонимы за 400. Антонимы за 400. Бомж Толстой Молстой. Одна из самых дорогих карт последнего дополнения. То, что в кавычках, это и есть название карты. Только антонимы. Гном? Наверное, геймфов, я на геймфов. Да, мэр Гогель Могель. Абсолютно верно. Гном? Ух ты ж. Антонимы за 200. Антонимы за 200. Хорошо составлено. Поглотитель Тверди. Одна из карт, которую многие хотели бы вернуть в свои колоды. Но, увы, он уже не вернется. Изрогатель Слизи. Абсолютно верно, изрогатель Слизи. Гном? Господи, да-да-да. Антонимы за 300. Антонимы за 300. Дрыж Гуманитарий. Я хочу... Кажда из вас с этого дополнения, которая не получила популярности, так как она не может бить в лицо сразу при выходе на стол. Как и любые карты, которые не могут бить в лицо, кстати, при выходе на стол. Дрыж Гуманитарий. Это кто? Первое слово-то мы перевели, а второе... Ну, Антоним слово Гуманитарий. Громила Механик? Что-то такого, не знаю. Это... Бугай Механик. Бугай Технарь. Бугай Технарь. А-а-а, Бугай Технарь. Бугай Технарь, господи. Да. Гном? Давай Антоним из-за того. Антоним из-за сотню. Камушек тупости перестал появляться в колодах одного из классов после нерфа. А, легко. Гном. Древо Мудрости. Абсолютно верно, Древо Мудрости. Антоним из-за 500. Пока что в одну калитку. Галкипер Надя обладает эффектом, влияние которого на игру, по словам самих Blizzard, и мне очень нравится. Ну, то есть, им нравится влияние эффекта именно. Такая галкипер Надя. Сложно. Ну, галкипер Надя, кто это? Какой-нибудь защитник. Защитник Света. Защитник Света, да, но почему галкипера-то Антоним к защитнику? Ну, я же сказал, одно из одной сферы, из одной сферы, как археолог профессия и гинеколог профессия, защитник, член команды футбольной. Блин, ну, это галкипер, что я больной команды. Ну, Надя тоже не очень Антоним, но что Света. Понятно. Ну, я тоже думал, я тоже сначала подумал про Света, но потом я не смог ничего придумать про галкипера, и все, и ушел. О, гном. Ну, давай педевики 500, ладно. Педевики за 500. Вопрос от спонсора. Отгадаешь, получишь тысячу, не отгадаешь, ничего не потеряешь. Итак, потайное помещение для длительного пребывания людей, прячущихся от властей. Скажешь, когда останется пару секунд? Окей. Две секунды. Схрон. Абсолютно верно, это схрон. Ну, я схрон вспомнил сразу, просто перебирал, может, я еще вспомню. Хорошо, гном. Погоди. Понимаете, да, почему он побеждает? Вообще жесть. Бежал в огне. Гном. Давай мы, белорусы, мирные люди, за 500. О, почувствовал вкус, да? Да, почувствовал вкус. Это очень неприятное для оппонентов существо. Ведь если ваш несущийся кода зайдет на ход позже, то придется вместо него использовать слово тьмы смерть. Гном. Вестник подтвержденного урока. Ну, хорошо, приму доказан урока. Не буду придираться, гном. Белорусы 200. Белорусы за 200. Это самое дешевое существо, подходящее теме. Уверен, что многие уже забыли про него. Но только не любители поиграть с гориллоботом. Хапа. Манекен-мишень. Ах, ты кликер, а? Наверное, это манекен-мишень. Кликер? Я ни разу еще сегодня первым не походил. Комбалы за 300. Давай, это по-самому сказать. Комбалы за 300. Да. Именно столько различных зелий вы можете получить с химика кабала. Блин, я помню примерно. Меф? 10. Абсолютно верно. Ты знал, да? Вау. Смотри, по-английски 10. 10, да. Меф? Давай за 200 Комбала. Комбалы за 200. Сам-то этот парень достаточно эпичный и, возможно, дружелюбный. Но отправлять его на поле боя лучше одного. Для вашего же здоровья. Ой, блин. Меф? Как же его зовут-то? Подпольный аптекарь. Абсолютно верно, подпольный аптекарь. Меф? Давай добьем тему Комбала за 100. Комбалы за 100. Среди всей фракции его стоимость по мане самая дорогая. По мнению автора, имя Джангу подошло бы ему больше. Ну? Крул освобожденный. Абсолютно верно. Гном? Не хочешь оставить на сладкое? Самый смешный из 500. Как скажешь. Ищешь, да? А уже все найдено. Сеть ресторанов. Дай мне лазанью. Ну? Дай мне лазанью. О, боже. Какой кошмар. А, я понял карту, но я, в смысле, понял фразу, не помню карту. Блин, что же за карта? Я в звуках вообще слаб. Это... За фразы дай мне указания. Дай мне задание, авантюрист. А, дай мне задание, да. Give me a quest. Да, понятно. Давай уже белорусы доиграем, а потом посмеюсь на тоне шутками. Шутки всегда самые смешные. Этот лучший мастер своего дела Азерота по закону подлости выполняет его особенно хорошо, только когда у вас не осталось карт. С атакой 0. Ну, это, скорее всего, такое типа ирония получается. Хапа. Ну, надпегл. Абсолютно верно, да. Да, надпегл. Ну, там, известно, по закону подлости. Хапа. А, да, да, да. Ну, шутки все надо 200 давайте. Шутки за 200. Служба уборщиц на дом. Кто хотел помыть посуду? Ясная фраза. Ой. Вавриан, я не могу вспомнить, да, тоже. Я попробую. Хапа. Вуду лекарь, Вуду доктор. Хорошо. Вуду доктор, на английском знахарь Вуду. Знахарь Вуду. Я думал, или Волджин, или знахарь Вуду. Не помню, кто из них говорил. Шутки, если надо самое смешное 400. Шутки за 400. Клуб наркоманов. Мне нужна шмаль. Гном. Мастер-оружейник. Я не могу принять такой ответ. Первое слово верно, второе исправь. Можешь на английском. Принстол мастер? Мастер, да. Можешь на английском. Мастер-армор смит. Почти, близко. Вэпон смит, вэпон смит. Еще чуть-чуть. Да куда еще-то? Последний вариант. Мастер ковки клинков. Абсолютно верно. Мастер ковки клинков. Сот смит. Коклина. Коклина. Сот смит, а не вэпон смит. Блин. За сотню, последний вопрос. Обувной магазин. Это я купил ваш мак. Гном. Сарь. Абсолютно верно. Сарь. Закончу у нас первый раунд. Итоги первого раунда. 800 очков у хапы, 1300 у мефа, 3900 у гнома. Второй раунд. И темы второго раунда. Нефритовый ололотос. Лед и пламень. За кадром. Близзард могут в юмор. В поисках стримера. Навстречу приключениям. Так, тогда подождем. Слушайте, слушай, Меф, вы вот куда жмете, чтобы нажимать кнопку? В любое место правой кнопкой. Не знаю, я сам не перекликал, если какая-то борьба идет. Я отвечал только на то, кто, по сути, там задержка была. Ну, подождем. Гнома. Извините, я здесь. Да, и перед тем, как мы начнем второй раунд, напоминаю, что наш спонсор компания Плантроникс разыгрывает приз для победителя своей игры наушники Плантроникс Риг 500 И. А победитель среди зрителей, который угадает победителя финала игры и максимально близко назовет счет, получит наушники Плантроникс Риг 500 И. И еще один спонсор нашего второго раунда. Таблетки для похудения. Таблетки для похудения уторожироносный. Таблетки для похудения уторожироносный. Я буду сражаться с весом. Ну и вкратце о темах. Нефритовый Оло Лотос. Льдом, заморозкой и т.д. и т.п. За кадром будет показана часть арта карты. Причем здесь категория такая интересная. Проверка того, насколько вы вообще внимательно смотрите за картами. Потому что зачастую мы смотрим на то, что нам хотел показать автор, и не видим то, что на втором плане. И вот здесь мы вырезали второй план этих карт и посмотрим, насколько внимательно вы за этими картами следите. Blizzard могут в юмор. Ну, стандартная категория, художественное описание карт. В поисках стримера очень интересная категория. В ответе всегда будет либо имя стримера полностью будет являться ответом. Ну, в смысле, никнейм стримера. То есть не каждый, да, в картоне? Не каждый. Либо никнейм стримера, которого вы все знаете, я более чем уверен, которых вы все знаете. Либо ник стримера будет частью ответа. То есть он может входить в ответ этот ник. Понимаете, да? То есть, например, если бы было какое-нибудь слово, там, не знаю, хапалон какой-нибудь был бы, то это бы было ответом. Ну, например, это к примеру. То есть, например, абвер, абвер, да? Немецкая контрразведка и стример. Навстречу приключениям, карты, которые у нас есть только в приключениях. Ну, помните, что такое приключения, чем они отличаются от дополнений. Ну, то есть, Черная гора, Наксрамос и т.д. и т.п. Все, что было именно с боссами. Карты, которые вы могли получить оттуда. А повтори, пожалуйста, лед и пламень. Карты, связанные с огнем, льдом, заморозкой, водой и так далее. И синоптический, тупой, повтори, пожалуйста, за кадром. За кадром. Будет часть ажта, карты, которые не на переднем плане, а то, что чаще всего где-то на заднем плане. То, что не акцентируется внимание на самом арте. Да, картинки. И вам нужно знать, что это за карта. Поехали. Начнет у нас тот, у кого меньше всего очков, Хапа. Нефритовый Ула Лотос за 600. Это самая дорогая карта не только клана Нефритовый Лотос, но и всего дополнения. Меф. Кун, забытый король. Да, абсолютно верно. Меф. Давай за кадром за 800. За кадром за 800. Надеюсь, у вас у всех будет быстро грузиться. Если что, скажете. Кого-нибудь грузиться. О, что-то знакомое. Грузилось? Да. Да. Что-то очень знакомое. Где-то это видел. Надо было скрафтить все карты. Может, в цвете не знаю. Мне кажется, что-то связанное с драконами. Ничего себе. Ты хорош. Это карта. История гнева пустоты. Так и знал. Ой, нифигасе, я никогда не знал. Я думал, что парит не запрещено. Сложно категория. Отведите, невнимательно вы смотрите. Давай за кадром 600. За кадром за 600. Прогрузилось? Да. Ого. Господи, да ладно. Что-то знакомое. Мне кажется, что-то связанное с конями. Хорошая категория, наверное. Давай сразу уберем. Есть один вариант, но я даже не рискнул. Нет, я не думал, что вы настолько не отгадаете. Потому что на тесте отгадывали очень многие. Почти все. На тесте, не знаешь, как в чате, все такие умные всегда. Да, это рискнул. Это звездопад. Коробочек. Вау, нифига. Чебы звезды не ждут. Да, это куда? Это кто-то угадал? Да. Да. Хотя ладно, звездопад не угадали, ладно. Но и столик угадали. Давай, ладно уж. Зажги за кадром 1000. За кадром за 1000. Поехали. Ну вы знаете, да, что-то знакомое. Вообще много раз видел. Меф? Раздвоенная молния. Абсолютно верно, это раздвоенная молния. Охречить. Вау, офигеть. Офигеть. Меф? Я пытался, сука. Сам не ожидал. Так, ладно. Давай нефритовая лотос 800. Нефритовая лотос за 800. Вопрос от спонсора. Отгадаешь 1600, не отгадаешь, ничего не потеряешь. Неплохо. Рекламное сообщение крутое, да? Под пледиком. Ага. Угу. После дополнения в игре стало на двух сенсеев больше. Назовите того, кто не принадлежит друиду. Сенсеи тьмы. Абсолютно верно, это сенсеи тьмы. Изи. Мне недавно на стриме так подготавливали и спрашивали, он был наставником Айи. Я сначала не понял, а потом нагадался. Меф? Давай нефритовый за 1000. Нефритовый лотос за 1000. Это существо может как порадовать вас Керном или Сильваной, так и огорчить матерым гангстером. Дайте ей только шанс. Он. Гном? Элидзианистка Лотосом. Абсолютно верно. Элидзианистla Лотоса. Ну да, ты же, жмёшь. Оторжал гна мое тело. Меф? Огном. Подожди секундочку, давай в поисках тримера 400. Поисках триммера за 400. То есть ещё раз напоминаю, либо имя стримера – это и есть ответ, либо и без стримера – это часть ответа. Точнее, Ник. Вам нужно дать полный ответ. Что, физику не проходили? Да, вроде бы, проходили бы, вроде бы. Но я учил, просто ставьте три. Инерция. А это стример? Вау! Стример инер. Его ник в поисках стримера за 200. В поисках стримера за 200. Да, это гиблая тема. Согласно одной КВН-овской шутке, недавно недалеко от Голливуда было найдено тайное кладбище дублёров этого актёра и каскадёра. Джеки Чан. Абсолютно верно, Джеки Чан. А стример здесь при чём? Стример Джеки Чан. Стример, да. Он участвовал в Натсбэткапе. В Натсбэткапе, да. Давай в поисках стримера за 600. В поисках стримера за 600. Он в рассказе Гёте появился перед доктором Фаустом в облике чёрного пуделя. Меф? Джошек. Наверное, Мефистофель. Абсолютно верно, это Мефистофель. Где вы... Мефистофель. А-а-а-а. Мефистофель. Мефистофель. Это же стример, да? Я слышал, я не уверен. Давай. Нет, не хочу. Нет, ладно, давай. В поисках стримера за 800. В поисках стримера за 800. Такое название носит каноническая молитва. Один из столпов ислама, выполняемая мусульманами пять раз в день. Гном? Намаз. Абсолютно верно, это Намаз. Гном? Стример тысяча. В поисках стримера за 1000. Кот в мешке, вопрос надо отдать. 800 очков у Хапы, 5100 у Мефа. Вопрос от Мефа. Удачи, Александру Джошековичу. Да, да, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не одупляю. Итак, играем в поисках стримера за 1000. Какая шесть. Это слово, производное от латинского слова, в переводе означавшего большой, великий, стало названием американской серии патронов, винтовок и пистолетов. Что и говорить, волну огня не испускать точно умели. Это слово, производное от латинского слова. Ответ? Попробуем, я не знаю, Амаз. Нет, у нас бы два раза не было. Это, угадали кто-нибудь? Магнум. Вот так. А, пример такой есть. Да. Очень жестко. Очень жестко. Хапы, выбирай. Там какой-нибудь гномазель. Пусть будет лед и пламень 600. Лед и пламень за 600. Ледяных легендарных существ в игре всего два. Ледяная пасть и ледяной рев. Назовите единственное ледяное эпическое существо. Меф. Ледяной великан. Абсолютно верно, ледяной великан. Меф. Близзард могут в юмор за 600. Близзард могут в юмор за 600. Ее можно победить двумя способами. Нанести ей 4 единицы урона или обрушить на нее летающий домик. Меф. Злая колдунья. Да, наверное. Злая колдунья. Я наоборот очень медленно кликал. Мне кажется, смысл именно в этом, что как можно медленнее нажать просто. Ну давай, Близзард могут в юмор 80. Так, это художественное описание карта, вы помните. Он пал и даже не отжался. Меф. Так, как так-то. Павший воин. Еще раз. Ну, ну, ну. Герой. Ну. Павший воин. Ну, еще раз. Второй вариант был. Будьте. Ну, ты правильно говорил. Павший рыцарь. Нет, до этого. А, Павший герой, я говорил. Да, Павший герой. Меня слышно плохо? Я три раза сказал. Да, плохо слышно. Ты говори громче. Да. Меф. А это все потому, что у тебя нет наушников от Плантроникса, кстати. Выиграл. Меф. Давай за кадром 400. За кадром за 400. Вспомним картинки. Кто это? Есть вариант. Бродячий кот. И это абсолютно верный вариант. Бродячий кот. Хапа какой-то у нас медленный. Или не отгадываешь? Или ты просто не успеваешь? Я не, я вообще в прострации... Я знаю, что это кот 1-1 хантовский, но я помню, что это кот, а вот какой именно, он начал вспоминать. Пока я вспоминал, все уже, вон, гадали. Желись не жесть. Я не был уверен, что... Как картинка. Гном. Синет, ты объясни, пожалуйста, «На встречу к приключениям» — это не коллекционные карты из приключений? Нет, коллекционные карты, но которые ты можешь получить только в приключениях. Все карты коллекционные. На встречу к приключениям тысячам. На встречу к приключениям за тысячу. Во всех приключениях до сих пор было всего одно существо с перегрузкой. Назовите его. Ну, одна карта, то есть с перегрузкой с приключений. Это... Ну, нажимай, если ты хочешь ответить. Может, ты разрешит не стихий. А, «Огнестраж» равно решитель. «Огнестраж», да, я помню, что это «Фаер Элен», но я не знаю, как его зовут. Ну, давай приключения 800. «Приключения за 800». Это единственная карта из всех приключений, стоящая ноль маны. Мне кажется, Хаппи пора рисковать иногда с минус 200. Ну, смотри сам. Ну, да, чтобы прям совсем, чтобы не выбраться потом. Это... Сейчас запретность серения. Малый главник. Ага. А он из приключения, да? Да, он из большого турнира. Ну, давай приключения 600. «Приключения за 600». Дополнительный урон от заклинаний вы можете получить только с этой картой из приключений. Наконец-то «Звездопад» сможет убивать доктора Бума. Может быть, это «Джангл Мункин»? Да, абсолютно верно. Тропический Сабов. А я подумал про этого поджигателя. Ну, он не жду дает уж ПД. Логично. Я еще думал за 4 маны «Кобальд 2-2», но я не был уверен, кто из них из приключений. Но, по-моему, Мункин из приключений, поэтому выбрал его. Ну, «Кобальд» он оскверненный такой, он из богов. «Гнум»? Ну, так ты, конечно, сейчас умный, а ты пока раздумай. Попробуй, как бы, сообрази. Я знаю, что ледовый пламень за тысячу. А, ищешь вопрос от спонсора, он уже был. Вопрос-вокцион. 6 900 у тебя. 7 100 у Мефа номинал. Ой, я ты еще 100 поставил, ну ладно, не суть. Мефа, твоя ставка. Нет, верни мою сотню. Я вместо номинала нажал «Ставка». Мефа, ты можешь увеличить. Ледовый пламень. Ой, ну ладно, пусть отвечает. Да, возьми, возьми его, это все в 3 тысяча. Окей. Лед и пламень за тысячу. Играем с гномом. За тысячу 100. Огненных существ в игре всего 4. Огненный бес, огненный великан, огненный нетопырь и он. То есть именно огненный должно быть в названии. То есть элементарь огня не подойдет? Нет, именно огненный. Ответ? Нет ответа. Это огненный... Левиафан. Гном? Лед и пламень 800. Лед и пламень за 800. В игре есть 5 заклинаний, в названии которых присутствует слово «огонь» именно в таком написании. Это лунный огонь, звездный огонь, священный огонь, демонический огонь и... назовите 5. И... внутренний огонь. О, господи, гном? Не сложно. Близзард... Близзард, так, художественное описание карт. Казакус добавляет его в свой соус чили. Гном? Да, жесть. Огненное зелье. Какое? Зелье огня. Нет, еще вариант. Half-Air Potion. Нет, к сожалению, он называется не так. Не могу принять ответ. Можете ответить, кто хочет. Меф? Да как так-то? Вулканическое зелье. Вулканическое зелье. А что же ты должен делать-то вообще? Зелье огня. Меф? Вулканическое. А ты угадывай от вопросов, которые остальные не угадывают. Да, просто. Меф? За кадром 200. За кадром за 200. Картиночки. Что это? Ага. Гном? Химик Аббала. Это неверный ответ. Это не Химик Аббала. Хапа. Зелье превращения. Абсолютно верно. Это зелье превращения. Хапа, выбирай. У тебя целых ноль. Юмор 400. Близзард многофьюмор за 400. Ты же понимаешь, что тебя морально будут давить этим нулем? Угу. Хорошо, что не минус. Надеюсь, вы не распылили заодно ваше слово тьмы ужас. Гном? Гном Азеля. Абсолютно верно. Гном Азеля. Жесть. Как перетыкать? Гном? Как перетыкать? Нефритовый лотос 400. Нефритовый лотос за 400. В этой фракции появилось два существа с одной единицей здоровья. Первое, нефритовый раевик. Назовите второе, по всей видимости, являющееся родственником трех существ, которые уже есть в игре. Ну, то есть были в игре. Твой шанс, Хаб. Пока никто не знает. Гном? Яростница тьмы. Абсолютно верно. Это яростница тьмы, шэдоу рейджер. Класс. Это было круто. Гном? Лед и пламень 400. Лед и пламень за 400. У мага в арсенале есть огромное количество замораживающих заклинаний. Одно подобное заклинание есть также и у шамана. Однако это существо с эффектом заморозки может взять себе в колоду представитель любого класса. Гном. Ледяной элементарь. Абсолютно верно. Просто элементарь. Хаб, а не тыкай не хочу вообще. Медленный груз. Гномер, как ты это делаешь? Скажи, дай шансы. Я выучили карты, а ты дремелся тыкать. В приключениях вы можете найти две карты с маскировкой. Это тень Накс Рамоса и этот персонаж. Гномер. Мороз. Абсолютно верно. Мороз. Жесть. Алла Лотос за 200. Алла Лотос за 200. Дополнение принесло разбойнице два заклинания. Фальшивую монетку и его. Гном. Нефритовый серепент. Абсолютно верно. Может реально у тебя есть секрет какой-то? Лед и пламень 200. Лед и пламень за 200. Последнее дополнение принесло в игру два зелья огня. Надавите оба. Гном. Зелья драконьего огня, зелья адского огня. Хеллфайр поушен. Окей, Хеллфайр поушен. Нет, только... Ну ладно, хорошо. Хеллфайр поушен. Зелья огня, верно. Гном. Близзард могут в юмор 200. Близзард могут в юмор за 200. Итург инкакшарох. Меф. Яростень Амгар по-моему как-то. Ам... Еще раз. Хорошо. Полное имя. Яростень. Амгар. Амгам. Амгам. Ну как-то... Магма наоборот. Короче, наоборот. И последний вопрос. Навстречу приключениям за 200. В приключениях были две карты, обладающие эффектом немоты. И если стенающая душа на арене хоть иногда появляется, то эту карту мы видели реже всех остальных. Пурифай. Да. Он просто классный. Так, пусть так он за 5 заплатился. Разыграны все вопросы. Прошел второй раунд. Итоги второго раунда. Хаппо 0, Гном 6600, Меф 8500, напоминаю, что Хаппо победитель первой своей игры. Да, да, да. Третий раунд, тихо третий раунд. Ржавый бугагаи. Больше слов богу слов. Украли картинку. Я знаю три слова. Ты называешь это оружие? Батлкрузер Uncollectible. Ждем Гнома, Гном. Опять отошел. Хаппо, как ты думаешь, о чем последняя категория? Фрэш Бринберг. По названию понятно, что это за категория? Про Старкрафт, я надеюсь. Да, 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 конечно. Итак. Так, пацаны, у меня кончается зелье, давайте же это. Мы начинаем третий раунд. И хотелось бы еще раз напомнить о том, что спонсор компании Plantronics разыграет приз для победителя своей игры наушники Plantronics Rig 500i, а победитель среди зрителей получит наушники Plantronics Rig 500 HD. Оба наушника вы можете посмотреть, описание характеристики, кликнув на их картинки прямо в описании моего стрима. И спонсор нашего третьего раунда – мыло Страж Скверны. Мыло Страж Скверны. С удовольствием посмотрю, как ты будешь поднимать. Я сначала подумал оттирать, но поднимать это очень жестко. Итак, вкратце о темах ржавые бугагаи. Я думаю, не стоит объяснять, да, о чем эта категория. То же самое, что в первой двух, только про бугаев. Больше слов богу слов. Внимательнее. В этой категории будут карты, в названии которых в русской версии либо больше трех слов, либо могло бы быть больше трех слов. Могло бы быть больше трех слов? Что это значит? Если бы так решили разработчики, о чем они говорили. На некоторых наркоман, что ли? Ну, да. Вспомните, художественное описание. Но только одна карта, в которой могло бы быть больше трех слов, а все остальные, в которых точно больше трех слов. Украли картинку, знакомая категория, будут даны. Монокост, атака, здоровье, кристалл. Не будет указана принадлежность к классу. Нужно угадать, что за карта. И картинки тоже не будут, естественно, с описанием. Я знаю три слова, будут даны три слова из текста карты, ну, то есть из обычного текста. Нужно отгадать, что это за карта. Ты называешь это оружием. Категория про оружие Battlecruiser Uncollectable. Категория про неколлекционные карты. На мой взгляд, самая сложная категория вообще во всей игре, только неколлекционные карты. Итак, начнет у нас с хапа по традиции. Ой, украли картинку 900. Украли картинку за 900. Поехали. Две маны, 24 уражка, кстати. О, у меня нет картинки. А, вот есть. Ой, я знаю карты, но... Я тоже забыл, как его зовут. Будет. Ладно, потом скажу. Название бы спасли хирмы. Меф? Серебряный дозорный? Абсолютно верно, серебряный дозорный. Будет по одной. У меня был серебряный рыцарь в голове. Будет по одной карте каждой редкости, кстати. Угу. Ух. Так. Давай больше слов-богослов 1200. Больше слов-богослов за 1200. Это единственное в игре заклинание, всегда призывающее на пустой стол ровно 5 существ. Правда, проживут они, скорее всего, недолго. Гном. Да, жесть. Агентство в Даркнесс. Еще раз, я не расслышал просто. Агентство в Даркнесс. Ну, не совсем. Тогда, если ты называешь английский, называй чуть точнее. Агентство в Даркнесс. Еще одно слово там есть. Ну, или русский вариант можешь назвать. Ну, там одно слово еще есть. Но в английском языке. Погоди, агентство в Даркнесс это хороший ответ. Он практически идеален. Еще первое слово давай. Stand against Даркнесс. Абсолютно верно. Stand against Даркнесс. Гном. То есть русская преграда на пути тима. Больше трех слов. Гном. Ой, как сложно. Так, погоди секунду. Так, я знаю три слова. Это значит... Три слова из текста. Из текста карт, не флэвер текста, а текста. Да, из обычного текста. 1500. Три слова за 1500. Вопрос от спонсора. Ох. Ну, там сложно должно быть, да? Ну, достаточно, да. Может, легкая часть? Значит, легкая часть. Посмотрим. Угадаешь правильно, получишь 3000, не угадаешь ничего. Погоди, погоди. Взятые таким образом. Лунное видение. Да ты просто демон. Вообще. А, сагиб! Вот это жестко было. Ну, я просто не знал, что Гном настолько хорошо знает эту кашля. Вообще жесть. Я все же дал на небыстрый ответ на эту крючку. Очень круто. Гном. Украли картинку за... 300. 300. Двейманы, два, три, куманка. А теперь вспоминайте, кто из них куманка. Точнее, базовая. Ну, по-моему, я помню личную крокодину. Абсолютно верно. Просто эти две маны, два, три, до хрена. На самом деле, легко. Я пристом, когда играл, на самом-самом старте. Я его менял на аммонийского берса. У меня был он, а потом я поменял на аммонийского берса. Доктор Драф Прист, да? Я тоже играл. Хапа? Украли картинку за 1500. Украли картинку за 1500. Две маны, два, два, лего. Также можно в жену. Бардрэйк, жесть. Бардрэйк, абсолютно верно. Жесть. Такожи хор. Не тыкается вообще никак. Ты правы, к нам, ты знаешь, правильно? Ну... Украли картинку за 1200. Украли картинку за 1200. Но обычно правы нажимают в описании. написано. Две маны, один-два, эпик. Опа, я ошибся. Надо сейчас быстро соображать, что это за две маны, один-два, эпик. Можно? Можно? Так. Дозорный... Патрульный, дозорный, охранник. Так, справа, у меня есть ответ, давай. Ответ? Дозорный, дозорный, прибамбаска? Прибамбаски дозорный? Нет, нет, нет. Черт. Он одну ману, которую ты пытался вспомнить. Отделяющийся слезнюк. Да, отделяющийся слезнюк. Офигеть. Тот за одну ману, которого ты пытался вспомнить. Когда ты ждешь, гнум, расскажи. Да, да, да. Я случайно нажал, на самом деле. Слушай, а можно я это... Ну, выеживаться ночной, пока еще игра не закончилась. Мне кажется, или раньше у тебя вот эти категории были наоборот? То есть, дорогие категории, там были команды, а дешевые, вот эти за 300, например, они были легендарки, потому что легендарок мало, их отгадать легко, а командов много. Я расставлял их по сложности, я решил, что не настолько это легко. Но Кракалейск был легкий, поэтому я поставил начало, а дальше все пошло по нарастающей. Ладно, как скажешь. Давай украли картинку 600. Украли картинку за 600. Две маны, три, один, Команг. Я знаю. Хорошо. Картины, наверное. Скаженный в орган. Абсолютно верно. Кто мне скажет, что общего было между всеми пятью вопросами этой категории, получит 500 очков. Быстро, быстро. Первый. Общего? Вот в этой категории все пять картинок. У них у всех не было картинок? Нет. Что именно такое особенного? Я ответил, правильно. Три, два, один. Все за диаманы. Все за диаманы. Абсолютно верно. Вообще, я не знаю, что происходит. Просто очковка. Так, 13500, 14000. Поехали. Следующая категория. Меф. А, да, я точно. Давай, ржавый бугаи за тысячу. Нажми, пожалуйста, сам. Потому что после... Да, все. Спасибо. Только на этой карте, принадлежащей фракции бугаев, вы можете видеть одновременно три механики. Божественный щит, провокация и боевой клич. Защитник прощоба уже сегодня был. Да, я знаю. Я просто думал, вспомните, не вспомните. Гном. Секундочку. Секундочку. Баттлкрузер, он коллектив был 1500. Нет, это надо произносить не так. Баттлкрузер, он коллектив был. Нет, именно с акцентом, как в Старкрафте. Баттлкрузер, операционный. Вот это я помню. Да, это 1500. Кот в мешке. Хапа, готовься. Давай, Мефу. Давай, Мефу. Хаппи надо отыгрываться. Ну смотри, Мефу так Мефу. Да, да, видавец. Тема Баттлкрузер Ungolectable, стоимость 1500. Это единственное неколлекционное существо с предсмертным хрипом бесило всех. И тех, кто его использовал, и против кого его использовали. Уточнив. Ответ. Механическая куица. Нет, нет. Это неверный ответ. Правильный ответ. Это вы видели эту карту чаще всех. Взрыв бот. Че-то. Вас он бесил, потому что все время попадал не туда. Очень хороший вопрос. Взрыв бот оппонента в любое время убивал ваших всех существ. Я вспомнил с предсмертным, не коллекционно, а только с Гилбина призывается. Оно не с предсмертным. Оно просто в начале хода уничтожается. О, да. Но у него нет хрипа. О, бог тебе. Давай, ржавый, 1500. Ржавый Бугагай за 1500. Любители Мурлоков новое дополнение порадовал лишь несколькими картами. Фракции Бугагайов принадлежит только он. Живец, тёмно-чешуи. Я ни разу ещё не нажал, не стырил просто ничего. А ты знал название этой карты? Да? Я тебе могу объяснить, почему я так круто его знаю. Короче, я сегодня перед игрой за пару часов думаю, я нихрена не готов, нужно готовиться. Я такой открываю, значит, думаю, сейчас последний дополнение. И значит, я так как знаю, на университуте готовился. Я открыл первый класс, думаю, сейчас в полден начну. И там первые три карты выучил, самый дешёвый. Чё-то надоело, пойду чайку попью, потом снова выучил эту первую карту, снова пошёл погулял, снова выучил. Живца я знаю просто идеально, он больше ничего не знает. Давай Бугагаи 900. Бугагаи за 900. Два из трёх оружий дополнения принадлежат Бугаям. Это перанострел и он. Гном. Ватун кастет. Абсолютно верно. Гном. Ты называешь это оружием 1500. Оружие за 1500. Это единственное дополнение, которое не пронесло в игру ни одной карты оружия. Приключения сюда тоже относятся. Дополнение и приключения тоже относятся. А не коллекционные карты относятся сюда? Нет, только коллекционные. Ну, рискну. Каражан. Неверно, в Каражане было оружие. Очень жаль. Сейчас не вспомню, какое оно было. А, нет. Хорошо, я вспомню. Скажу. Кстати, о призрачные когти откуда? С Каражана. Разве да? Ну, значит, я не так. Чёрная гора. Блин, я хотел сказать, но ладно. Я смеялся. Яиц не хватило. Тут просто, да, гном. Ребираешь в голове и... Буга Гаи за 600. Буга Гаи за 600. В коллекции Охотника появились две новые карты со способностью предсмертный хрип. Причём обе стоят три маны. Это крысиная стая и... Ну, самопал. Жесть. Ещё, правильно. Ну, ладно, самопальщик, ладно, не буду придираться. Гном? Больше слов богу слов 1500. Больше слов за 1500. Теоретически, с помощью одной этой карты вы можете усиливать туннельного трога и вольного элементаля... Элементаля, элементаля, до бесконечности. Пример рекурсии на практике. Хапа. Белаваша стала наша, наконец-то. Советно верно. Да, да. Кстати, довольно простой вопрос, по-моему. Простынулся. Хапа. Я думал, что название не вспомните, поэтому поставил его, дорогим. Ты называешь это оружием 1200. Оружие за 1200. Механикой призыва существ обладают не только оружие шамана, нефритовые когти, молот сумерек, но это классовое оружие. Обратите внимание, классовое оружие. Гном. Бугагаи 300. Бугагаи 300. Название этой карты полностью соответствует угрозе, которую вы можете услышать из уст Буканьера. миф. Механикой призывается от него. Наконец-то, на корм рыбам. Абсолютно верно. Я пущу тебя на корм рыбам. Я уже мышку сломал. Механик, мы не разыгрываем. Механик, мы не разыгрываем. Больше слов за... 900. 900. Нам не хватило места для «Познай ярость древнего бога и встреть свою погибель», гласит художественное описание этой карты. Хапа? Дум. Абсолютно верно, погибель. То есть это тот самый пример, когда могло быть больше трех слов. Хапа? Я знаю три слова, 1200. Три слова за 1200. От любого источника. Ну, давайте рисковать. Был второй щит. Неверно. Все. Охладился пыл. Что ты поделаешь? Кто-то напечатает так яростно. И Хапа пьет воду. Это оживленные доспехи. Ваш ГР получает одну единицу урона от любого источника. Хапа? Ант коллекция был 1200. Ант коллекция был за 1200. Среди неколлекционных заклинаний только два наносят ровно 10 урона. Часы ужаса и она. Ой, 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 ой. Ну, я рискну и не помню точно название. Это вот если у воина существует 65 легендарных, закапывают мину, мина. Какая? Ну, ты почти сказал, какая. Что она делает? Что он делает? Ну, закопана мина. Закапывающаяся мина. Абсолютно верно. Гном? Баттл Крузер Ант коллекция был 900. Баттл Крузер за 900. Кумиром многих чернокнижников является Амая Кокопян. Вот только после волшебных слов всегда появляются только эти три существа. Надо назвать всех. Гном? Существа надо знать? У нас симка рожим достаточно. Нет, три существа. Эти существа. Свечка и... И... Все надо. Секунду. Я думала, что симка рожим достаточно. Так, чайник, свечка и 2-2. Пусть будет это... Ну, там не тарелка, к сожалению. Ну, пусть будет тарелка. Нет, это неверно. Да-да, я не знаю. Извините, я думал, симка рожим достаточно. Ну, давайте я попробую. И метелка или метла. Да, это верно. Чайник, свеча, метла. Меф? Спасибо. Так. Ты называешь это оружием 900. Оружие за 900. Вопрос-вокцион. 9700 у тебя, 300 хаппы, 18200 у гнома. Ставка. Ну, чё, есть шанс, да? Минимум 900. Да, 900. Сколько? Наконец-то сияет. Причём, у меня есть два варианта. Или Олын сделать сейчас, или Олын сделать потом. Смотри сам. Давай хаппи туда на дно, давай. С 900, то есть это не очень сложно, да? Ну, третье по сложности. Исты. Оружие. Третье по сложности. Быстрее, это время заканчивается. Давай, папа. Бабанг? Бабанг? Да. Гном, гном, давай. Гном. Либо вабанг, либо пас. Не-не, пусть отгадут. И рекорд. Пас. Итак, играем с мифом 9700. Удачи, миф. С предсмертным хрипом в игре аж 5 пушек. Загибайте пальцы. Палицы силы. Магический молот. Молот сумерек. Укус смерти и... Цепки и щупальца. Абсолютно верно, это цепки и щупальца. Вау. Хорош. Меф. Вау. Просто вау. Сейчас я... Наушники, дело такое. Это да. Саш, ты гиней, Саш, давай. Вот это да. Ну, надо еще догнать. Вот хапа, поставил бы вабанг, уже давно догнал бы. Вау. Меф. Оружие за 600 Оружие в игре можно получить Так же картами заклинаний Одно из них призыв в бой Зовите второе Гном? Да, верно Догоняем Я знаю 3 слова за 900 3 слова за 900 Копию остальных ваших А, этот Дебил Глаша Глашатый лавч Да, верно, Глашатый лавч Ну что он первый класс? Мы ему мышку что ли подсунули? Я не понял Вы долго думали Это же не на старте Больше слов бога, слов 600 Больше слов за 600 Название этого Самого дорогого заклинания Шамана Состоит из 4 слов Правда Одно из них не совсем русское И вообще не совсем человеческое Меф? У нас все мру-классно Абсолютно верно Все у нас мру-классно Меф? Давай добьем тему 300 Больше слов за 300 Эти два существа жреца Одинаковы по характеристикам И обладают очень схожим эффектом Единственная разница Одно из них любит Брана Другое Назота Назовите только подходящие данной теме существа Хапа Жрец как тебя ископал Абсолютно верно Играем 18-800 20-800 Вы откуда вылезли? А я подумал про жрецу 1-3 И 1-3, который раскапывает Нет Хапа Я знаю три слова 600 Я знаю три слова за 600 Ваш зверь погибает Гном Сканчер гиена Гиена Да Наверное Гном Батлкрузер анколлектива 600 Батлкрузер анколлектива за 600 Только три неколлекционных оружия Стоит три маны Очень острая вилка Кровавое неистовство И он Что такое кровавое неистовство? Джараксусовская пушка Внутри банки Да Сам офигел Да ты что? Серьезно? Неужели? Ладно, наверное, это не оно Наверное, это АТИЕЖ все-таки Да, абсолютно верно Это не Ашблингер Я надеялся, что ты ответишь Ашблингер Да, я сначала подумал Ашблингер Потом подумал Ну не, Синет не мог бы такую хрень сделать Это была бы фигня Он попытается меня обманывать Я могу Это вопрос за 600 То есть, ну, вау А там легких вопросов здесь нет Три слова 300 Три слова за 300 Здоровья обоим игрокам Счастья Счастья Успехов Макерес и микстур Да, абсолютно верно Интересно, а продавец закусок не каждый самый? Каждый игрок там, по-моему, восстанавливает 4 здоровья Так, а, по-моему, нужно знать наизусть Ты что, не стример? Хwill Ты называешь это оружием 300 Ты называешь это оружием за 300 Только на одной карте оружие есть упоминание механики урон от заклинаний Назовите ее Карту Spirit Klaus Да умер он был последний вопрос был за 300 я бы другой выберу не коллекционных зверей 55 в игре всего два и если я дело завра мы часто видели до нерфа мех мастера замыкальца то этого представителя мало кто видел вообще а под фендралом понимаю что это мне можно нажать назвать сама карта который это не как друид пламени да верно его тоже зовут друид пламени его тоже он якобы не коллекционный который да 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 конечно который под фендралом вот без фендрала не угадали бы никогда в жизни я поэтому добавил вообще нужен был легкий вопрос за 300 нужен был легкий вопрос просто в эту категорию и финал финале у нас 1200 очков у хапы 20000 у гнома 21 1200 у мефа сегодня я сломаю свою мушку сейчас придет честно я тоже все пару раз когда зажигается честно честно говоря все вопросы которые мы отгадывали мы как правило отгадывали все втроем и реально переклик чуть сегодня вообще жестко очень бьет кто по твоему мнению победить мышки быстрее вообще же не очень жестко итак у меня кончил зелья не страшно помутнел у тебя до камера елда фокус вернулся немного о спонсорах перед финалом спонсор нашего финального раунда армянский овощной магазин архимак антонидос армянский овощной магазин архимак антонидос тебе нужна моя овощ тема нашего финального раунда пусть говорят приключение гулливера все работы хороши поднять щиты сойдет на шашлык вышла по расчету маленький но очень злой хаппо выберем тема которые тебе не нравятся мне все не нравится выбери одну самую больше всех не нравящийся маленький но очень злой это про меня поэтому буду ее форсить что убрать пусть будет минус гулливер минус приключение гулливера гном убери пусть говорят давай минус поднять щиты нет этой темы хаппо минус вышла по расчету минус вышла по расчету гном убери одну из тем сойдет на шашлык сойдет на шашлык а мне что-то нравится да все работы хороши оставляем минус маленький категория все работы хороши делайте ваши ставки мест 10 пошли так блин какая у нас есть классное число внимание вопрос самый известный мифологический он был сыном темноты и ночи возможно поэтому он не гнушается помогать даже разбойникам но в общении с ним вам очень поможет монетка известная песня о другом нём была опубликована в 1986 году на пластинке самой известной российской примадонны содержавшие всего две песни в хорстоун этого скользкого типа можно встретить в доках прибамбаска хотя он в отличие от своего мифологического коллеги не поможет вам дойти с одной стороны на другую а вернет ваших друзей туда куда они пришли слишком просто назовите слишком просто сколько стал мир ну вы кстати да наверно одно из самых легких один из самых у вас вопросов выбрали для меня что-то ответ не водится погодите всем все просто я забыл как зовут вот он у него банка вот ах ах а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, давайте ознакомимся с ответами наших игроков через еще 20 секунд. Время идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, ответы наших игроков. Ответ хапа похититель. Это неверный ответ. Ставка... 3-2-2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абсолютно верно. Это паромщик. Ответ абсолютно верный. Ставка 7 тысяч. Сумма 27. Ответ нефа паромщик. Абсолютно верно. Ставка 1199. И гнум одерживает победу в нашей... В нашей своей игре с очень тяжелым, тяжелым таким пробиранием через вот эту вот толпу вопросов, через мефа, через хапу, одерживает победу. Ты говоришь, что я продирался через мефа и хапу, и звучит довольно мерзко. Даже для тебя. Ну, я думаю, ты понял, что я имею в виду. 27 тысяч – это счет. И среди наших зрителей, чей ответ окажется верным, редактировать. Я напоминаю, что свои... Если я увижу, что кто-то редактировал свой счет, я сразу... Минус мать. Да, сразу дисквалификация. У меня есть скриншоты всех абсолютно ставок. Так что... Так что учтите. Поздравляем гнума, поздравляем. Финалист, победитель, самый опытный игрок, чемпион, просто красавчик. Самый потный игрок. Да, самый потный игрок. Как ощущения гнума? Ух, это была очень жаркая игра. Знаешь, я уже булки подрославил, пока не... Меф такой... Ну, нах, плюс, два. Да, да. Ты что такое? Ты что? Ты что, пес? Да, было бы. Молодец, молодец. Друзья, мне очень стыдно, но сегодня утром один мой знакомый играл в доту. Ну, перед игрой. И там есть герой при стулбэк. И он говорит, ты что, ты что, пес? Или там ты что? Как-то так говорит, ты ее пятером такой подумал. Прям как будто играл этим героем. Такой, ты что, пес такой? Здесь булки-то поднапрячь. Фух, классно. Ну, ты получаешь приз от наших партнеров Плантроникс, наушники RIG500H, точнее, E500E. Вот. И я предлагаю, предлагаю, конечно же... Ну, во-первых, я зачитаю. Здесь ответ на этот вопрос. Самый известный мифологический он. Был сын на тенатые ночи, все понятно. То есть, это Харон. Фраза о разбойниках, потому что, естественно, карта разбойника. Монетка, потому что карта серии приемов. Песня Пугачевой, вы, Аллы Борисовны, поняли, это была Паромщик. Фраза про скользкого типа, это записание карты от Доки Прибомбаска, специальная колода разбойника на пиратах. Вот. И я предлагаю, вместо того, чтобы просто честовать гнома, отгадать все вопросы нашего финального раунда и посмотреть, могли ли вы выбрать такой, который не был бы настолько легким. Честно скажу, это один из самых легких. Давай вот пойдем снизу, вот с того, который... Да, который хотел Хапа. Да. Мне просто интересно. Давайте. Я бы в любом случае ставил такую же сумму, но, потому что как-то логично. Итак, категория маленький, но очень злой. Делаем ваши, сделаем ставки, господа. Тут, наверное, не стоит, да, особо делать большие ставки? Ну, не вабанка, что угодно, кроме вабанка. Оп. Понимание, вопрос. Да. В вопросе словами «тангенциальный вращатель» заменены другие два слова. Один из самых крупных тангенциальных вращателей был изготовлен в 1453 году венгерским мастером Урбаном по заказу турецкого фултана Мехмеда Завоевателя. Весил 32 тонны. В игре Warcraft 3 Reign of Chaos представитель одной раз вытверждал, что наличие тангенциального вращателя способно продлевать жизнь из-за наличия хорошего настроения. В игре Хаштоун у него имеется соплеменник, который хвастается тем, что у него тангенциальный вращатель также имеется, причем довольно внушительных размеров. Тем не менее, вы не очень обрадуетесь, если он придет к вам из паштала «Огненные просторы». Назовите этого соплеменника, у которого есть тангенциальный вращатель, одним словом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, мне тоже показалось, что большая пушка тоже код кристаллов. Тоже через пушки пошел, но я таком-то в танки пушки. Ответ «Хабка» кружкой. Тебе нужно назвать соплеменника, у кого есть большая пушка. StormPayCombando, его зовут. Но я не помню, как его MichaelTorzok Ладно, напишем, да, но ты понял, да, но ответим на то, что он пайкоманду. Что зовут? Двор диверсант. Ответ, по-моему, у жратателя неверный. Точнее, одно слово. Двор диверсант через дефис, это одно слово. Ой, эти тонкости ваши, знаете ли. Вот это да, кстати, двор диверсант, одно слово, это жестко. Ахуничник, это неверно. Но ответ вы поняли, да, это был именно двор диверсант. Комментарий. Словами тенгенциальный вращатель заменили слова «большая пушка». В 1453 году мастер Урбан отлил самую большую на сегодняшний день пушку для похода турецких войск на столицию Византии Константинополь, которая взорвалась после второго выстрела. Боевой юнит альянса «Орудийный расчет» из Варкрафта перефразирует фразеологизм. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Говорит, хорошо смеется тот, у кого большая пушка. А смех, как известно, продлевает жизнь. Двор диверсант при выходе на стол говорит, у меня есть большая пушка. Ну и статы 4-2 не являются пределами мечтаний для вас, когда хотелось бы получить что-то более сильное. Примерно на это я и рассчитывал, что я и вновь ошибемся, не дадим правильный ответ. Поэтому 1199. Я бы мог урвать 3-2-2. Я бы, кстати, угадал свою тему, лол. То есть ты, кстати, меф такой, знаешь, пессимист. Типа мы оба не отгадаем. Не, вообще это разумная страта, потому что шансы очень сложные. Он правильно сделал, что рискнул там, там снаружи за 900 это легко. А финал сложно, это сделал правильно. Просто не фартанул. Окей, играем тему, вышло по расчету. Математика меня и погубила. Господа, делаем ставки. Кстати, а там был, да, мой ответ? Я, по-моему, обитатели кинул. Я тут так и не увидел. Был ответ, но он был неверным. На сегодняшний день, по подсчетам ученых, в дикой природе осталось чуть больше 2000 ее особей. В Китае за ее убийство предусмотрена смертная кайзнь. Также она является символом одного из всемирных фондов. Ее сородичи присутствуют и в Хейесе. В частности, этими двумя словами можно назвать как одну из карт, так и Жозефину Байеу, которая с 73 по 1812 годы была женой одного испанского художника. В игре эта карта пока не стала востребованной, во многом из-за крайне странного боевого ключа, который позволяет разыграть ее само несколько раз за игру. Мы не просим вас назвать ее, назовите эту карту. Досрочные, когда все напишут. Ну зверь это панда, а их две. Молодой к ним, и опытный к милювар. Думайте. Ну как у самого себя можно разыграть? Да ладно, есть еще одна панда, которая работает очень похожим образом, ребята. Думайте, думайте, не подсказывай. Попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше не разогнает, а госпожа Гоя. Ох ты, блин. Ну только не госпожа, а... А, Жозефина Байеу, это да, это не Гоя. А кто такая Жозефина Байеу? Товарищ Гоя. Испанский художник. А кто испанский художник? Гоя, очевидно. Не помню имя, но Гоя, да. Франсиско де Гоя. Ну, я думаю, вы поняли, да? Ответ Хапа Мадам Гоя абсолютно верно. Зверь, это панда. Жозефина Байеу, это жена Франсиско де Гоя. Ну и боевой клич, который позволяет ее саму разыграть. Она замешивается в колоду, снова возвращается, снова замешивается. Госпожа Гоя. Ну, Мадам Гоя, госпожа Гоя, будем считать, что это правильный ответ. Я думаю, тоже не самый сложный вопрос, кстати. Но даже очень интересный. Ну, вы жаловались, что вопросы слишком сложные. Конси, чё так сложно-то? Так, поехали дальше. Следующая категория, это... Я даже не вспомнил больше фонт. Есть еще Айя, кстати. Айя, еще Иго. А, и Айя фонт, точно. Есть еще Роговский, Роговский, Эти, 5-3, который раскопывал. Шателл Пан. А еще есть Хранитель истории Чо, еще есть. Тема сойдет на шашлык. В вопросе, словами раскопанные зло, заменены другие два слова. В 18 веке на территории Англии существовали закрытые аристократические общества, вошедшие в историю под названием «Клубы раскопанного зла», целью которых было обсуждение политических вопросов и высмеивание церкви. Несмотря на название, доказательств причастности членов клуба к темным силам и оккультизму так и не нашлось. В одной из книг о Гарри Поттере, раскопанное зло стало причиной множественных разрушений и даже привело к летальному исходу. В игре Харстоун этой карты боятся, например, Железнозубый Прыгун, Вожак Магнотавров и даже сам Хеммингер Нестуэй, в то время как Сенсей Тьмы, Заклинатель Кристаллов и Призыватель Туманов могут перенести ее последствия, что мы заменили на раскопанное зло. Ну, по-моему, очень просто. Правильно. Пока что там в конце я не могу убрать, надо писать, что мы заменили на раскопанное зло. У тебя еще 30 секунд. Да, у меня уже доиграло во всем. Музыка доиграла, но время идет. А, понятно. Рассчитано. Я сомневаюсь, что есть клуб с моим названием, но если бы он был, было бы очень здорово. Клуб Мадам Гои. Клуб Ашбрингера. Клуб Ашбрингера. Клуб Ашбрингера. Да, Хаб? Клуб Ашбрингера. Адское пламя. Абсолютно верно. Клуб Адского пламени. Что, серьезно? Да. Ответ Мефы Адское пламя. Ты кто меня? Адское пламя. Адское пламя. Абсолютно верный ответ. Ау-яй. Адское пламя. Ответ думы слова тьмы. Это неверный ответ. Адское пламя? Да. Клуб Адского пламени. Хорошо. Упоминание о темных силах и оккультизме не могло не напомнить вам о классе чернокнижника. Заклинание «Адское пламя» из цикла серии книг о Гарри Поттере представляло собой гигантский столб огня, сметавший всё на своём пути Логика замены была простой Одно АОЕ на три мы заменили на другое Их, кстати, в игре всего два В конце мы причислили существ с тремя здоровья, которые умирают от адского пламени И трёх существ, которые переживают адское пламя Хорошо, что это не настоятельно Да, гнум такой уже, всё просто Зря, я к нему в сторону пошёл, так лоханул В финальные раунды я могу отвечать Ну всё-таки не так уж и просто оказывается Их, кстати, тема сойдёт на шашлык Тебе ни о чём не сказала? Ну, понимаешь, это ты потом такой умный Да, ты как-нибудь сам поиграешь, ты поймёшь, что ещё там Окей, чё-то ничего не сказал Попоминайте, тема «Поднять щиты» Серьёзно, начинает, поиграй как-нибудь сам, ты поймёшь Сделай, я поиграю Как всё непросто Хапа сделает Я, между прочим, трачу на это минимум недели в две Чтобы всё сделать Жесть Господа, делайте ваши ставки А эти каждую неблагодарные не ценят, да? Не подписываются В 20 веке японские воители в очень редкой сфере деятельности Использовали выражение «Х» тремя генералами В России это действие физически невозможно Так как в единственном русском аналоге может быть только два генерала Однако в игре генералов пришлось заменить на персонажей рангом пониже Ибо генералы оказались предателями и ушли в коллекцию жреца В отличие от оригинала, в игре их может быть не восемь, а только семь с каждой стороны Поверьте, использование карты «Х» разовьёт ваши тактические навыки и поставит всё на свои места Назовите двумя словами то, что скрывается за «Х» Подсказок много насчёт класса, насчёт редкости Насчёт стоимости А что там внизу? Назовите Двумя словами то, что скрывается за «Х» Двумя словами? Да Можно было написать «Х, У», но чё-то как-то Ну, не знаю А-а-а, всё это А, ну да Такое выражение лиц А по времени мало, вписывай Я уже вписал Да, так смотришь, какую-то ещё не вписал Ну, смотри, давайте пока У меня всё есть Ну ладно, это приложим Это я интернажал Я срандомил Это неверный ответ Ставка 1 Ответ Что с офицерами? Миф, шах и мат К сожалению, нет, в ответе должна быть «Кашта» Ну, да Использование карты «Х» там в конце «Чёрный слон» значит? Нет, ничего Нет, не он Чёрный слон с тремя генералами Да, я тоже шокер Ну, тут офицерами У них свои шахматы Ну, смотрите, давайте посмотрим по логике Смотрите, класс какой? Прист Ну, жрец Палагин Белый план Нет Первая строчка Варк «Японские воители», воин Дальше Самурай Окей, понятно Редкость Рарка Рарка, редкая В редкой сфере А, спасай короля Стоимость Сколькими генералами? Тремя Триманы Спасай короля, да Да, абсолютно верно В японском аналоге «Шахмат» есть устойчивое выражение «Спасай короля» тремя генералами Это значит, что для победы не нужно жадничать и научиться жертвовать многими ресурсами во имя благой цели Генерал — это аналог слона Поэтому у нас их может быть только два При прохождении босса «Шахматы» в Вов Инсти Каражан Эхо Медива просит расставить все фигуры на свои места для повтора партии Проходя через Японию То есть Там фразу видите, да? Проходя через... А, нет, нету этой фразы Я уже от себя вписал В Харстоне же у Воина только кто? Рангом пониже Пешки Пешки А слон сбежал в коллекцию жреца Черный слон убежал в коллекцию жреца Уже вопрос от того, что было в финале Шикарный вопрос Это, кстати, вопрос от молодого зонбинца Я не раскрутил А что именно? Офицеры понятно Шахматы понятно А что именно там не так? В конце Я что-то как-то к присту пристал у меня Кроме черного слоната и ничего Ну черный слон сбежал в коллекцию приста Блин, а название тему поднять щиты и офигеть Да То есть трили То есть таунты Все работы хорошо уже было Остались приключения Гулливера И пусть говорят Это вопрос от молодого зомби, кстати, гном Он просил напомнить, сказать тебе что А он, кстати, так его не задал Сказал какой-то адский вопрос Козел Итак, тема приключения Гулливера У греков он супруг Океаниды Отец богини Радуги В эпических сказаниях скандинавов Его сопровождали 10 женщин Жена и дочери В Хорстонже у него есть пятеро братьев Он явно один в поле не воин Зато обожает большую компанию Неважно своих или чужих Впрочем, поднаторевший в своем ремесле Охотник наверняка найдет на него управу Назовите его Назовите его Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другим наемникам были очень недовольны в России летом 2012 года, после чего он уехал в другую страну. А в Харстоне услугами наемника вряд ли удастся воспользоваться восьми классом из девяти, а вот последний явно знает кое-кого из них. Лучше не храните молчание, а ответьте, кого мы заменили словом наемник. Футболист? Футболист? Я скорее через фильм через футбол. Ну я бы по последним двум, например, последним трем строчкам догадался, скорее всего. Ну вот я не знаю кое-кого из них, да, это хороший подсказок. А последнее предложение? А че, ну все очевидно? Ну я имею ввиду тоже хорошая подсказка. Слово? Мне кажется, что это вопрос обманка пока в две стороны, типа. Не, ну вообще вопрос довольно простой. А ты знал, что этот российский, вот этот человек, который стал мемом, он российский актер? А кто стал, кстати, про мем, кто стал мемом? А, ты так и не понял? Ладно, скажу сейчас. Что? Ладно, потом скажу. Вот это. Ознакомим с сервером наших игроков. Ответ. А ты наемник? Нет, к сожалению. К сожалению, это неверный ответ. Ответ. Мефо-химик. Это тоже неверный ответ. Вы серьезно, что ли? Я так просто написал. Я не знаю. Ответ. Это адвокат дьявола. Адвокат, абсолютно верно. Таких адвокат. Ну, смотрите. Ааа, да, понятно. Адвокат. Тема как называется? Не знаю. Да. Да. А я вам скажу, как называется тема. Тема называется... Пусть говорят. Пусть говорят. Да. Ты не вспомнил, Гном? Пусть говорят. Один из российских актеров стал мемом с адвокатом. Ааа, ты знал. Товарищ адвокат. Адвокат! Да. Вау, офигеть. Не, ну и сложно. Это сложно. Другим наемникам были недовольны в России летом 12-го. Это... Это... Этот... Этот... Дик адвокат. Ну, смотрите. Явно знает кое-кого из них. Что это такое? Я знаю кое-кого. I know guy. I know the guy, да. Это... Варовская раскопка таунта. Значит, варовский таунт. Либо нейтральный, либо варовский. Лучше не храните молчание. Что это такое? Ну, собственно, речь адвоката. У вас есть право хранить молчание. Ни на что не наталкивает. Да, не, когда... Когда адвокат дьявола, ты знаешь, все очень просто... Я решил не вписывать туда еще Киану Ривза, потому что ты был бы слишком палевно. Да. Да. И побеждает Гнум... А где актер, расскажи? Что рассказать? Это актер. А, это адвокат, да. Гаген Солнцев, да. Нет, Гаген Солнцев. Он российский актер. А кто он? Как такой мем? Товарищ адвокат. А адвокат! Когда он орет. Вот он орет. А он актер? Ну... Вот в интернете говорит, что он актер. Конечно, еще актер. В этих передачах. И, конечно же, побеждает у нас. Гнумер, ты не знал, что там все постарается. Я думал, он там по нашей. Побеждает. Победа, ты выиграл. Мы его открыли глаза. Вот. Ладно. Роман, красавчик. Очень круто. Красавчик. Поздравление. Согласен. 27 тысяч. Его вабанг, это трындец. Я аж мне... Выбора не было. У меня жалость, когда это увидел. Очень красивая игра, я абсолютно согласен. Спасибо всем. Хочу выразить, конечно же, огромную благодарность всем, кто так или иначе принимал участие в создании и проведении этой игры. В первую очередь, естественно, Хапа, Меф, Гном. Вам большое спасибо. Это была достойная битва. Ну, как минимум между двумя. Да ладно, мне немножко не повезло. Да нет, ну серьезно. Хотя бы не в отне ворота. Удачи-то много решает в этой игре. Вот один лакирок удвоил себе очки, да? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну да. Удачи-то много. Это мой бессменный помощник-друг консильере. И, конечно же, еще раз большое спасибо за потрясающий оверлей, за потрясающий постер. Как говорил классик, без вас невозможны эти стримы. Вот. И хотелось бы дать, конечно, слово каждому игроку. Начнем мы, как всегда по традиции, с хапы. Хапа. Какое-то твое впечатление от игры. Что скажешь? Мне очень понравилось, как обычно. Ты большой молодец. Очень круто. Очень круто. Я в шоке, конечно, что у меня не получилось перехватить ни одного вопроса. Но Роман, Роман молодец. Роман сегодня был на высочайшей форме и, безусловно, заслужил. Заслужил. Красавчик, красавчик. Вот такие дела. Хорошо. Спасибо большое. Меф? Да, все безумно понравилось. Спасибо тебе, Синац. По сути, все было очень круто. Ну, он заслужил победу, как по мне. То есть я, на самом деле, и думал, что победит. Он где-то в тайне скрывал это. Но, тем не менее, это было мое мнение лично. Так что поздравляю, Рома, с победой. Молодец. В принципе, хочу видеть такое чаще и в качестве зрителя. И, возможно, даже в качестве участника. Спасибо, что пригласили. И за человека спасибо и за свою игру. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо и тебе за участие, конечно же. И, Гном, что ты хочешь сказать? Ну, во-первых, ребят, спасибо всем большое, кто за меня болел. Вы мне очень помогали. Я, правда, не успел там сильно читать, но я знаю, что вы меня поддерживали. И особенно одна и самая яростная болельщица. Вот. Ребят, вы реально помогли. Во-вторых, Синет после игры, уже после того такой свысока. Ну, там, Хапа, ты просто никогда не играл в эту херню. И даже не представляешь, насколько здесь много фарта зависит. Ты вот знаешь что? Ты как-нибудь, мы с тобой вместе придумаем все вместе, как бы тебе в участники запихать. Я не буду придумывать тебе вопросы. Ну, я просто его потролливал, потому что это самое приятное, что может быть в этой игре. Саркис, посмотри наверх. Посмотри на потолок. На самом деле, помнишь, как он это раскатывал? У нас и в прошлом финале просто раскатывал, и в отборочных раскатывал, да? Я ничего не говорил. Просто это намек на то, что он не готовился, ленивая задница не готовилась. Я думаю, очень много было в подготовке, потому что если Меф взял, там кучу вопросов в подготовке, то я хотел бы заметить, что один из нас в четверых, ленивая жопа, и так долго готовит выпуски. Я не буду, конечно, называть имени, он просто начинается на си, кончается на эд, и если бы эта ленивая жопа как-то чаще бы делала, мы бы сами деньгами бы скинулись, просто чтобы поучаствовать в этом, даже без подписок. Так что ты это, давай там, поднажми как-то, а то что-то год, один сезон, это очень много. Я чувствовал какие-то нотки сарказма. Лучше не про меня ли ты говоришь? Давай побольше, это реально самое крутое шоу, которое есть сейчас в РУ. Я понимаю, я тебе говорю, на один выпуск тратится где-то недели-полторы. Это тяжелый труд, собирать много вопросов, пока не выходит, понимаешь, не так часто выходят дополнения, чтобы новые вопросы придумывались. потому что если после какого-то дополнения, если я придумал вопрос самое дорогое существо за 4 маны, то после другого дополнения, то другое существо уже. Я могу еще раз то же вопрос спернуть. Другую формировку про это же суть, что придумай. И их там осталось, там очень мало в красной книге какой-нибудь. Страгляторный тигр, что-нибудь такое. Вот сделай полностью свою игру с таким уровнем вопросов. Вот тогда и поговорим. А знаешь, даже если немного понизится качество, все равно очень. У меня на самом деле два вопроса. Да, слушай. Я их приготовил, только я думал, что если я сейчас расскажу, они перестанут петь вопросы. А, ну ты мне тогда отправишь, я на конец выпуск. Да, на финалочку. Ты же говорил, что ты хочешь теперь свою игру по стандарту проводить или ты это просто в разработке этот вопрос? Да, по стандарту. Ну я думаю, что следующий будет по стандарту, да. Вот это, кстати, интересная штука. Потому что каст много, дополнений выходит все больше, и с арены уходит в вольный. Мы вольный уже практически не будем видеть, скорее всего. Поэтому я решил, что по стандарту. Тем более я могу сейчас взять те же самые вопросы и запихнуть другие ответы, раз в стандарт. Вот. Может что-то еще хотите добавить? Кто-то? Ноги! Ну я просто думал, гном скажет пару слов насчет финальных вопросов, типа они слишком легкие были. Парочка была в каравине. Ну, может не показать с легкими, просто сразу как-то прокнул в голову. Когда Грюк, вот озарение пришло в голову, оно кажется так элементарно. Боже, как ты не догадаешься? А когда не догадался до морского великана, вот невероятно как слово. Или там Hellfire не догадался. Как это можно отгадать? Хотя казалось бы элементарно. Ну, черт его знает. Сложено, будучи участником оценить сложность. Ну, вроде нормально было. Не, в этот раз более, ну, мы прошли же все вопросы. Да. И на большинство кто-то точно, мы все, по-моему, дали правильный ответ. Не было такого, что вопроса, которого никто не дал правильный ответ. Это здорово, потому что прошлые свои игры были такие, что винрейт на отгадывание вопроса кем-либо составлял там 30%, где-то вот так вот. Поэтому вот Грома и говорит, что ставить, ну, технически ничего не надо, потому что, ну, как правило, финальный вопрос не отгадывается. А когда он легкий, ты аж немножко удивляешься, потому что если ты поставил мало, ты пролетаешь. Если ты поставил много, то ты, конечно, в золоте. Но кто будет ставить много, исходя из опыта предыдущих своих игр, вопросы были очень тяжелые. Вот. Я просто подумал, на самом деле, вопросы нужны для того, чтобы на них отвечать, а не чтобы не отвечать. Правильно? Не, ну, мне нравится этот уровень вопроса в финал, нравится. Ну, то есть, подходящий. Да, пусть лучше иногда попадется чересчур легкий, чем ты читаешь вопрос, и даже после того, как услышал ответ, ты думаешь, чё? Вот хороший вопрос, когда ты такой, блин, как же это так? Услышал ответ, боже, это было так просто, как и не допер. А плохой вопрос, когда ты услышал ответ, такой, чё? Вот это плохой вопрос. И сегодня были хорошие. Хорошо, я тебя понял. Ну, тогда, если вам больше нечего добавить, мы, наверное, закончим. Ещё раз огромное-огромное спасибо всем, абсолютно всем, игрокам и зрителям. Спасибо, что были сегодня со мной. Напоминаю для тех, кто хочет узнать, что завтра мой стрим будет. мы не будем брать выходной. Как всегда, завтра мой стрим будет в 6 часов по моему времени. Это получается 4 часа по Москве. Так что приходите, заходите на стримы к Хаппе, к Гному, к Мефу. Но если я не стримлю в это время только. Я щас доплю и включу через полчасика. Да, окей. Да, окей. Красиво, да, было. Надо было пивасиком затариться. Да. Зелье казакуса. Ну, а на сегодня это всё. Всем ещё раз большое спасибо. Всем пока-пока. Увидимся завтра в 4 часа по Москве. Всех люблю, всех целую. Всем пока, всем удачи. Пока. Пока. Пока-пока.